Друзья, всем привет! Вторая неделя июня и вот что у нас происходит в Торонто. Подписываемся! Магазины уже подкрывались. Помните, как этот магазин был заколочен? Кстати, дважды, по-моему, когда первый раз была эпидемия, второй раз, когда у нас были забастовки, дважды за два месяца, по-моему, заколачивали полностью витрины с досками. И краткое напоминание, как этот магазин выглядел всего лишь месяц назад. А сейчас уже добро пожаловать! Кстати, помните забитые витрины Лулы Лимона? И вот как он выглядит сейчас. Все вернулось более-менее в норму. Кое-какие магазины, конечно, еще закрыты, но в основном все уже открывается. И подъезжая к Югдейл Молу, можно увидеть, что здесь уже тысяча или полторы машин. И в то же время магазины все еще закрыты, потому что у них нет выходов на улицу и работает только несколько из них. Во многих магазинах большинство. Большие распродажи на зимнюю и весеннюю одежду. При входах мы можем видеть информацию о том, как утерять руки, стерилизоваться, не чихать на людей, да, и всякого такого плана. Но не вся магазина повезла, и некоторые даже думают, что они не откроются. Окей, будем надеяться на лучшее. Что нам еще остается? Бил, 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 бил. Вот так вот. Любители йоги сегодня в Exhibition Place возле старых украинских бараков появились стеклянные бабулы, в которых в субботу начнется йога. Всем добро пожаловать. В Беллу Тринити Парк начерчены такие круги для social media. для безопасности людей, но, сказать честно, они напоминают больше о том, что рисовал священник в фильме Ви от нечистой силы. И вот такие приколы можно увидеть, проезжая по улицам города. Все, справится с ней не совсем верно зачем-то, но машина стекла. Основно ездят. Как ездили, так и ездили, но такие таблички мы поставили везде. Наверное, кому-то помогают деньги делать. Ладно, тут красиво. Вроде заботимся о городе. Субтитры подогнал «Симон» Открыли теннисные корты, и люди начали наслаждаться летней погодой. Мы имеем то, что Моисе и Абрама. Именно наша наша земля, мы все родились. Возможно, это влияние протестов, которые происходят сейчас в центре города, или влияние 300 градусной жары, но, по-моему, людям действительно нечего делать. И каждый пытается выразить себя по-своему. Продолжение следует...